Сегодня день социального работника. Уважаемых работников социальной сферы Карачаева-Черкесии поздравил глава республики Рашид Темрезов. Сочувствие, сострадание, теплота души – вот главные качества, которые отличают представителей этой благородной профессии. Социальные работники приходят на помощь к тем, кто остался обреченным на одиночество. Они становятся глазами, руками и даже психологами для своих подопечных. С Натальей Сухоставской познакомилась Мадина Каракетова. Пригласить мы для полного репортажа вас не можем, для того, чтобы, конечно, оберегать их здоровье. В перчатках, маске, вооруженной несколькими антисептиками, социальный работник Наталья Сухоставская идет к одной из своих подопечных. Сюда, как и к каждому из 12 закрепленными за ней жителями Черкеска, некоторые из которых несамостоятельны в силу возраста, другие с ограниченными возможностями здоровья, она приходит два раза в неделю. Морально очень тяжело видеть, как люди справляются со своими трудностями в этой жизни. Старшее наше поколение, тем более мне это совсем близко, потому что у меня мама такого же возраста. И мне очень обидно за тех наших, я не хочу говорить стариков, мы всегда говорим обслуживаемые, что они остались в такой жизненной ситуации. У многих есть родственники. Вот честно скажу, у многих есть родственники, которые не общаются. Социальные работники ухаживают за пожилыми, одинокими людьми и инвалидами порою по несколько десятков лет. Привязываются к ним, становятся практически родными. Была у меня такая Ирина Кондратьевна Рейнгард, очень молодая, 60-го года рождения. У неё были очень физические нарушения. Я вот не могу вам передать, удивляла её сила воли, сила духа. Настолько вот ей больно, тяжело. При всём при этом у неё ещё был сахарный диабет. И вот как она справлялась с этими трудностями. Секунду на слёзы, пять минут на смех. Она всегда умела радоваться. К сожалению, она рано ушла, так случилось из этой жизни. Очень была позитивная, была очень общительная. Я очень долго переживала её смерть. Вдвойне неприятно видеть внезапно объявившихся после кончины человека ранее безызвестных многочисленных родственников, слетающихся отовсюду с претензиями на наследство. Одинокие люди тяжело переживают своё состояние, рассказывает Наталья. Десятки лет в четырёх стенах и нет ротного плеча, к которому можно прислониться. В тяжёлые дни крепкой руки готовы поддержать, одобрительно пожать. Того, с кем можно просто поговорить. Социальный работник становится глазами и руками беспомощных людей. Наши обязанности – это решение бытовых проблем. Это всё, что мы делаем на дому, начиная уборка, помощь в приготовлении пищи, консультации. Поликлиник надо отдать должное в этот момент. Я хочу сказать огромное спасибо нашей городской поликлинике. А именно главному врачу Шинкау Гаше Айсовне. Налажена работа с социальными работниками. Очень помогают. Медсёстры участковые, терапевты. Я очень сильно кантачу Салпагарова и Марьям Юсуфовна. Огромное спасибо девчонкам. Именно к социальным работникам относятся очень хорошо. Всем, чем могут, они помогут, порекомендуют, подскажут, сделают. Точно так же второе отделение терапевтическое, старшая медсестра Федорко Людмила Ивановна. Это вообще, любой вопрос она решит две секунды. Двойная ответственность легла на социальных работников в условиях сегодняшних реалий. Закрытие магазинов, ограничение движения общественного транспорта значительно усложнили работу. Так как наши обслуживаемые, они живут не в одной точке, разбросанной по всему Черкесску, нам приходилось стопать ногами, это не представляете сколько. И тут наша заведующая Ольга Николаевна обратилась к директору Центра республиканского социального обслуживания Чукова Нурбиза Удиноча с просьбой о том, чтобы выделили нам специальную машину. Вот благодаря этому несколько девчонок пользовались некоторое время служебным транспортом для того, чтобы обслуживать, что облегчило немножко труд, передвижение и сокращение времени в обслуживании. Наталья Сухоставская соцработником стала совершенно случайно. После закрытия знаменитого химзавода в Черкесске остров стал вопрос, где найти работу. И на тот момент эта профессия оказалась единственной доступной. Помогает одиноким людям Наталья уже на протяжении 9 лет. Признается, что не раз было желание уйти, только вот сердце советует обратное. И в свой профессиональный праздник Наталья Сухоставская желает всем жителям Карачаевой Черкесии не бросать родных людей, особенно родителей.